Если у вас спросят о самых лучших или просто запоминающихся играх прошлого поколения, то в первой десятке многие наверняка упомянут Dishonored. Вышедший в 2012 году этот стелс-экшен получил множество престижных наград, но самое главное, ему удалось завоевать сердца геймеров. Вот прям настолько, чтобы спустя три года Bethesda выпустила его HD-переиздание. Правда, переизданием Dishonored Definitive Edition назвать трудно. Всё, что сделали разработчики, это подняли разрешение до 1080p и самую малость изменили цветовую гамму. Большинство текстур так и остались на низком уровне детализации, да и частота кадров не сдвинулась с отметки в 30 фпс. Кстати, в техническом плане переиздание выполнено весьма неплохо. Игра очень быстро сохраняется и загружает уровни примерно за 15 секунд. Для Dishonored это очень важно, потому что при скрытном прохождении сохраняться и загружать последние сейвы вы будете довольно часто. Но Dishonored мы любим совсем не за его графику. В игре довольно интересный визуальный стиль, который позволяет ей выглядеть приемлемо при любых обстоятельствах. И Definitive Edition это только подтверждает. Создается впечатление, что вы в очередной раз проходите свою любимую игру, скажем, на PS3. Примерно так вот и выглядит это переиздание. Но черт возьми, какой же удовлетворительный геймплей в Dishonored. И он полностью окупает вообще все погрешности игры. Три года назад я говорил, что тут один из самых разнообразных игровых процессов. И я до сих пор не отказываюсь от своих слов. Dishonored хорош тем, что его можно проходить как пожелаете. Стеллс, паркур, битвы на мечах, перестрелки. И даже то, как вы будете добираться до цели и устранять ее. Все это зависит лишь от вас. И больше такого нет нигде. Вряд ли кто еще не знаком с историей Dishonored, но я все же расскажу. Вы играете за Корво Аттану. Лорда защитника, обвиняемого в убийстве императрицы. Но Корво этого не делал. Его подставили. И поэтому главный герой берет правосудие в свои руки и начинает кровавое шествие по головам предателей. Сюжет развивается линейно, но в зависимости от стиля игры вас будут ждать разные концовки. Но чем Definitive Edition точно подкупает, так это своим контентом. В переиздание входят все дополнения, вышедшие для оригинальной игры. А это бонусы за предзаказ, испытания Дануола и отдельная сюжетная линия за Дауда, убийцу императрицы. Там вас ждут новые враги, персонажи и способности. И это DLC, обязательное к прохождению. Я бы назвал Dishonored Definitive Edition худшим переизданием лучшей игры, но отрицать работу парней из Arkane Studios не стану. За свои 2600 рублей оно предлагает то, что многие игры не способны дать и за 4000. Увлекательный геймплей и море незабываемых эмоций. Если вы до сих пор не играли в этот шедевр, обязательно исправьте эту ошибку.